Друзья, всех приветствую. Ну что, сейчас вот позвонили люди, попросили подобрать инструментики. Вот я предложил, в общем, тёрочку. Согласились. Баянчик хороший, такой народный инструмент. Это намного интереснее, чем этюд, мелодия. Баян, он такой более традиционный, крепкий, с хорошим звуком. В общем, короче, будем ремонтировать. Сейчас, конечно, инструмент, клавиши позапали. Ну, звук, конечно, сейчас слабый. Будем делать. Ремни тут подгнили. А вообще, вот инструмент такой свеженький. Я вот определяю по некоторым таким параметрам. Допустим, вот пукли здесь целые. Крышка не выгнутая. Вот если вот пукли не на месте, крышка выгнутая, каких-то не хватает деталей. Это говорит, ну, чаще всего о том, что баянчик, конечно, подуставший. Вот. Здесь кнопки, всё, ничего не гнутая. То есть, в баян, в принципе, корпус детали, всё сохранившийся. Это позволяет говорить о том, что ремонт не будет какой-то экстра сложным. Просто нормальный ремонт. Короче, вот такую тёрочку я буду готовить. Ну, и параллельно буду делать вот такой баян. К счастью, пошёл спрос на эти инструменты. Вот. Я уже делал на видео. К счастью, пошёл спрос на эти инструменты. К счастью, вот в чём. Инструмент хороший. На выходе получаются прекрасные баяны, что меня, как мастера, не может не радовать. То есть, я знаю, что я продаю, либо ремонтирую инструмент, который в конце звучит прекрасно. Он меня удовлетворяет. Я знаю, что купателю, либо клиенту это будет очень радостно и приятно. Мне от этого становится хорошо и весело. В отличие от того, когда ремонтируешь этюд какой-нибудь старый. Неизвестно, что на выходе будет. Такие вот дела. Так, ну что, приступаем к синему. Сейчас сделаю клапана, клавиатуру, всё там, всё сделаю, короче. Подровняю, почищу. И голоса пойдут. Так баянчик целенький. Больше тут такой работы нет. Ну, друзья, кажется, ничего не предвещало беды. Но у нас тут... Хе-хе. Да более в сердце знакомая ситуация. Хе-хе-хе. Короче, ничего не предвещало беды, пока вот я не увидел вот это. Конечно, да. Видно, что здесь стругать пытались. А здесь, значит, у нас на шурупы прихреначивали. Верху, верхушку тоже. В общем, короче, вот такие вот решения. Думал, конечно, по-быстрому расправлюсь с баяном. Но нет. К сожалению, думаю, не удастся. То же самое шуруп. То же самое стачивали тут. Вот здесь вот еще попытка была лайкой кожаной. Причем смоченной в парафине, в воске. Приклеить ее сюда. И вот кусочек, видите, вырезан. Очень интересный такой вот. Раз. Прикольно. Да, думал, конечно, проще будет. Но придется резонаторами возиться. Жаль, очень жаль. Ну капец, короче. На ПВА все наклеили, твою мать, а. Ой, блядь. Руки поотрывать бы. Как будто, блядь, поймать бы хоть одного, а. Друзья, я думаю, что звука нету в паяне. Терка. Она, ну, по-любому должна хотя бы, ну, средненько звучать-то, более-менее. Короче, две башни оторваны. И одна подошва с розетки. Ну, еще сейчас вот приклею по башне, приклею подошву на одну. И потом еще посмотрю у тех, у которых было, короче, оторвано подошву башни, посмотрю. Все перепроверю. Голоса снимать не стал. Наклеил на скорую руку, но голоса снимать буду. Просто вот, чтобы не сбиться геометрически. Просто вот заклею сейчас. Я все снял, промазал, короче, на струбцины сейчас стоит. Потом голоса буду снимать и заново буду, короче, перевозковывать, делать и ставить. Вот здесь нужно будет, вот здесь вот надо будет удалять этот ПВА или герметик там какой-то. Но это не старый клей. Казиновый или как там клеят. Костный каким-то клеем приклеивали планки. Это не тот, уже новомодный. Шурупы вхреначили. И прикрыли вот здесь, знаете, железная такая. Прикрыли ее этой, ну, этот, вот такой вот штучкой железной, которая вот для зажима используется. Вот, и под нее спрятали шурупы. Вырвал, блин. Короче, вот такие дела. Ну, сейчас склеиваем. Кривые, конечно, резонаторы. Придется подошвы, придется шлифовать, ровнять. Чего бы там ни говорили, ровнять придется, иначе будет дальше вырывать. Все, друзья, конец резонатора. Сейчас поменяем дно, либо сделаю, либо найду от донора что-нибудь. Ну, вот такие вот кучи шурупов тут накрутил. Ладно, короче, делаем, блин. Друзья, ну все, вот подошва. Ну, розетка так называемая, новая. Вот, лайку я все не менял, залоги, они, в принципе, неплохие. Ну, много поменял, раз, два, три, четыре. Ну, вот здесь штук шесть поменял. А, здесь еще не поставил, но это поставлю. Вот, завосковал все, короче, залил. Вот, ну, так, не предельно аккуратно, но вполне нормально получилось для этого баяна. Лучше, по крайней мере, еще было намного. Вот, сейчас буду проклеивать кожей. Те два резонатора кожа там нормально сохранилась. Немножечко ворс поднял. Я думаю, этого будет достаточно. Здесь придется заново сейчас все проклеивать. Басовая планочка более-менее, но вот аккордовая что-то вся вообще развалилась. Все побывались голоса. Лайки, конечно, тут много менять. Ну, ладно, сейчас счищать буду. Это быстренько, в принципе, сделаю. Баян, сюрприз, басовый развалился резонатор. Но оно и хорошо. Да уж. Короче, ребята. Ну, короче, баян уже почти что-то делал. Выяснилось, что гудят басы. Буду разбирать клавиатуру, смотреть клапана. Может быть, принять придется. Друзья, ну вот, у данной модели инструмента в первый раз снял механику Баяна Тульского. Сейчас я уже подчистил. В чем была проблема? Мастер, который, резонатор в левой отвалился. И мастер, который собрал его, очень много опилок сюда навалилось. И вытащить изнутри не было возможности. Их было просто не видно. Вот они как раз в этих местах, которые закрываются. Вот видите, один продувает. Вот, пришлось все это снимать. Сейчас буду... Ну, менять не буду. Кожа здесь крепкая, хорошая. Подниму ворс, отрегулирую и все. И вычищу. Короче, такие вот дела. А хотя, может, и поменяю. Не знаю, посмотрим. Короче, думал, будет простенький ремонтик. Я завис вообще, как с цельнопланочным. Короче, поменяла клапана на басах. На аккордах нормальные. На басах уже что-то как-то, ну, почернений много, видать, уже там кожа где-то примялась. Короче, поменял. Друзья, ну, уже даже не хотелось... Ну, вот говорят, чего там ремонт старого бояна, голосочки подтереть. Но вот такого вот, понимаете, оно на каждом углу и приклеено на момент. Здесь то же самое. Ну, я это же не оставлю так. Здесь я сейчас все это сниму. Счищу клей, нормально посажу и опять ждать, пока ПВА встанет. Здесь вот этот целлюлоид отошел, тоже пришлось собирать. Ну, благо, что снял, зато протер хотя бы клавиатуру нормально, полноценно. В общем, все собрал, сейчас все тут четко прикрывает. Короче, работаем. Вот такие вот дела, вот такие вот ремонты старых боянов, друзья. Столько всего лезет. Но в цельнопланочек-то вообще беда. Друзья, ну вот и готова терочка, короче. Вот такой боянчик прикольный, синенький. Конечно, он, я думал, быстро сделаю и все. Но он меня попил так кровью, что не дай бог вообще еще, чтобы с таким связываться. Короче, вот такой боянчик, немножко что-нибудь поиграю, даже не знаю, что сыграть. А, вот, одному, один подписчик мой, у него тоже свой канал, он выкладывает видео с популярными тоже песнями, и он играл там песню. А знаешь, все еще будет. Значит, я там сказал, что немножко гармония ошибочная, но, в общем, обмолвился, что покажу, ну, гармония, которая, ну, более точная. Вот, ну, в общем-то, надо выполнять. Значит, не претендую на то, что гармония абсолютно, вот как она в песне, но вот я как слышу, насколько, вот настолько, как бы она и есть. Ну, а значит, все еще будет, да? Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Еще один подписчик просил что-то сыграть с Гридина. Но я сразу скажу, друзья. Конечно, я когда учился, я пробовал что-то играть. Что-то по слуху подбирал. Что-то с нот снимал. Но это было больше баловство. Просто щупанье от начала до конца. И даже хоть как-то на сцене никогда я не играл. Не преподаватель. Я просто для себя баловался. Гонял в каких-то гибких темпах. Что попало. То есть ничего серьезного не было. Но сейчас я попробую, что-то докуда доиграю. Буквально вот что-то... Часть по слуху будет. Часть какая-то остаточная. Ну что, правда, не буду. Сыграю как-то. Как что получится, короче, сразу. Не пеняйте. Ни на чё, не претендуем вообще. Вообще ни на чё. Сыграю как-то. 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 Сыграя как-то. Сыграю как-то. Сыграю как-то. Дальше не знаю. Просто я не знаю, даже текста дальше. Ну и там рассыпуху, я помню. Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон»